16-летнюю Ариадну Санте-Тиди награждают в номинации «Самое чувственное прочтение». Жюри конкурса в рамках Международного литературного фестиваля СОС высоко оценила прочтение школьницы. Отрывка из романа Евгения Онегин. Когда я узнала о конкурсе, я с большой радостью приняла в нем участие. Я выбрала произведение «Письмо Татьяны» и очень чувственно его рассказала. Большое спасибо каждому, кто за меня болел. Я очень рада получить такую номинацию. Меня наградили дипломом, подарили книжечку. Я очень люблю Пушкина и советую каждому его читать. Поздравляю каждого с Днем русского языка. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. В честь 225-летия со дня рождения великого поэта в библиотеке Пушкина прошел ряд мероприятий. Большой отклик от жителей Шымкента получил литературно-поэтический конкурс «Эдибиет и Лемдеберектереды». Школьники, студенты, а также представители различных сфер деятельности и люди разных возрастов читали стихотворения и отрывки с прозы Абая Кунанбаева и Александра Сергеевича Пушкина на казахском, русском, узбекском, английском и немецком языках. Самому маленькому участнику 6 лет, а самому возрастному 70. Чтобы сегодня нам встретиться в этом замечательном нашем зале библиотеки Пушкина, мы провели ряд больших значимых мероприятий. Мы провели большой конкурс для горожан, конкурс рисунка «Пушкин. Стихия Пушкина». Пушкин разный в природе, в погоде, в любви, в семье, в жизни. Мы очень рады и горды тем, что в городе есть такие талантливые дети, и не только дети, и взрослые люди принимали участие в этом замечательном конкурсе. А еще традиционно уже второй год мы проводим международный конкурс поэтического чтения. И на этом конкурсе в прошлом году было 483 номинанта, в этом году 500 номинантов. В этом году городской библиотеке имени Пушкина исполняется 125 лет. С днем русского языка и значимой датой коллектив поздравил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Елена Карпенко, Рембек Амзи, Александр Крапивкин, информационная служба телекомпании ОТРАР.